Мнение горожан о том, пойдут они голосовать или нет, разделились ровно так же, как и во всех остальных вопросах, касающихся выборов. Да, конечно, буду. Потому что все-таки меня заботит будущая наша страна. Вы пойдете голосовать или вас это не волнует? Нет, нет, как не волнуется. Пойдете голосовать? Нет. Почему? Не знаю, я почему-то не хожу и не доверяю. Пойдете голосовать? Обязательно. Кто-то из избирателей замечает яркие плакаты различных партий на улицах города. Другие – нет. Что касается агитации по телевидению, то многие считают, что больше информации о программах партий можно увидеть по федеральным каналам, чем по местным. Да, да, да. Федеральные. В основном и все смотрят федеральные. Это нужно платное телевидение, наверное, чтобы местный канал какой-то. А так на федеральных местные включения происходят в какое-то время и что они там не так уж как бы часто и длительны. Некоторые люди видят в этом своеобразный перекос. Об одних партиях они знают больше, чем о других. Опять будет подтасовка, я считаю. Опять. Тем более вижу по агитации как. Мы знаем больше про Клинтона, больше про Трампа. Нам уже год целый нам рассказывают про Хиллари Клинтона и Трампа, какие они, этот, какой другой. А про своих депутатов практически не знаем ничего. Разве не так? В то же время находятся и противники такого мнения. Американцы нам, они 300 лет существуют. Наша история тысячелетняя. И пускай они у нас учатся, чем мы у них. Однозначно тех, кто идет голосовать, волнует программа партии. Эта Рязанка поделилась, что пойдет на выборы по определенным причинам. Пойду опять голосовать, как и в прошлом году, что ли, когда выборы были у нас. А почему за них? А почему за них? Ну, пенсию прибавили, 5 тысяч в январе дадут. Еще не прибавили? Ну, не прибавили, но прибавили. Смотрите на наших кандидатов. Они говорят, мы вас, один говорит, я вас шоколад обваляю, другой говорит, я вас карамельками обсыплю, третий еще что-то обещает. А скажите, каким образом вы это дело сделаете? Каким вы образом можете это дело сделать? Каким образом? Это же очень важно. Самый главный инструмент решения проблемы, а не то, что я пообещаю. Другие рязанцы считают, что и программы партий, и сама предвыборная гонка в этот раз отличаются своей яркостью и прозрачностью. Ну, заметно, агитаторов много, много по телевизору говорят, всякие там споры идут. Мы выступаем, депутатам дают. У нас сейчас вот тоже опять здесь было собрание, депутат выступал. Так вроде... То есть предвыборная гонка все по-честному, да? Да, она идет все честно. Голоса все, пожалуйста, они все открыты, голоса. За кого хочешь, за того и голосуй. Вывод мне не столько же, сколько и людей. Это был обзор впечатлений и мыслей самих рязанцев. Кто же победит на выборах и как это повлияет на жизнь россиян, увидим спустя время.